Добрый день! Меня зовут Екатерина Шугалеева, я руководитель Центра карьеры Высшей школы бизнеса. Сегодня у нас в гостях Елена Погосова, руководитель регионального направления бизнеса компании IKEA. Мы поговорим сегодня с Еленой о карьерных трендах и треках в направлении операционного менеджмента и логистики. Елена, здравствуйте! Спасибо большое, что пришли сегодня к нам. Предлагаю наше обсуждение начать с дискуссии по такому достаточно общему тезису, который звучит как образование — это социальный лифт. Скажите, пожалуйста, насколько, по вашему мнению, эта мысль актуальна сегодня для сегодняшних студентов. Ну, в первую очередь хочу сказать спасибо большое за приглашение. Для меня, знаете, действительно этот тезис имеет место быть, и я считаю, что высшее образование — это, в принципе, трамплин для дальнейшего карьерного роста и развития, наверное, новых компетенций. И с точки зрения образования, я считаю, что высшее образование помогает, в первую очередь, научиться учиться. И учиться мы будем всю жизнь, поскольку компетенции на рынке труда очень быстро меняются. И со второго взгляда тоже, если смотреть на высшее образование, очень сильно помогает высшее образование развивать логическое мышление, аналитические способности и, конечно, командную работу. И это тоже те навыки, которые мы будем развивать в течение всей жизни. Если приводить пример моего развития, наверное, да, я окончила юридический факультет и по специальности международное частное право. И когда я находилась в поиске первой работы, я в процессе поиска поняла уже, что, наверное, я могу делать что-то больше, помимо юриспруденции. Юриспруденция — это такая хорошая база, на которой я могу дальше строить свои компетенции. И так, собственно, началась моя карьера в области управления коммерческой недвижимостью. И по сей день мне это образование очень сильно помогает. Помогает с точки зрения аналитики, с точки зрения причинно-следственных связей, с точки зрения принятия решений. И в том числе с точки зрения работы с контрагентами, с договорными отношениями. Поэтому я действительно считаю, что высшее образование необходимо. И даже если после института человек выбирает другой путь развития, оно ему все равно пригодится. Я так понимаю, что вы задумались о начале своего карьерного пути еще во время обучения. Правильно я понимаю? Да, все правильно. Потому что наши магистранты очень часто задаются вопросом, собственно, когда начинать, не поздно ли начинать. То есть ваша рекомендация? Знаете, мне кажется, вообще начинать никогда не поздно. И главное, этого не бояться. И по своей карьере, вот я могу, например, сказать, что я начинала больше с технического управления недвижимостью. И в какой-то момент мне очень захотелось посмотреть на коммерческую сторону этого вопроса. Как должна работать недвижимость, чтобы приносить прибыль? Какие долгосрочные стратегии роста должны быть построены? И таким образом я, собственно, стала руководить бизнес-направлениями уже. И для меня, мне кажется, есть шанс учиться всегда. Либо это магистратура, либо это курсы повышения квалификации при работодателе, если работодатель уделяет этому внимание. И в компании «Киев» в принципе очень развиты, например, направления повышения квалификации. Ну, либо самостоятельное изучение предметов, и такое тоже имеет место быть. Главное, никогда не останавливаться, никогда не сдаваться. В общем, история про такой lifelong learning, да, она очень актуальна. Здорово. Говоря про образование в высшей школе бизнеса, мы предлагаем по направлению логистика операции две программы магистратуры. Это «Производственные системы и операционная эффективность», это первая программа. И вторая программа «Стратегическое управление логистикой и цепями поставок в цифровой экономике». Елена, как вы считаете, насколько в принципе целесообразно после бакалавриата идти в магистратуру? Мне кажется, вы знаете, целесообразно для тех людей, которые сознательно делают этот шаг, и которые дальше хотят развиваться, наверное, рассматривают бизнес как такой тоже, как вы сказали, процесс обучения, процесс решения нестандартных задач. И магистратура, мне кажется, помогает в этом смысле развить как раз вот эти навыки и нестандартного решения задач, посмотреть, наверное, на предмет изучения более осознанно, уже когда есть определенный опыт за плечами. Поэтому любая форма образования, мне кажется, в современной действительности, она очень актуальна. В Высшей школе бизнеса одна из программ магистратуры звучит как «Стратегическое управление логистикой и цепями поставок». Расскажите, пожалуйста, что есть логистика в компании IKEA? Ну, логистика в компании IKEA – это вообще одна из ключевых задач, поскольку мы обрабатываем большое количество заказов и товаров, которые приходят к нашим покупателям. И помимо, например, логистического центра, который у нас в компании есть, это один из самых больших логистических центров в Европе, он обрабатывает порядка 2,5 миллионов кубометров товаров в год. Также у нас каждый из магазинов тоже выполняет очень активные логистические операции. И логистика для нас – это такой залог успеха, наверное, как и залог успеха для большинства бизнесов, которые занимаются, наверное, торговлей и оборотом товаров. Здесь в логистике для нас важно, в первую очередь, чтобы она была высокоэффективной, и чтобы эти процессы всегда пересматривались в сторону эффективности с точки зрения командной работы, с точки зрения автоматизации. Также очень важно, чтобы логистика действительно отвечала на потребности покупателя. И даже порой превосходила их. Покупатель становится все более требовательным, покупатель хочет получать товар, как он хочет, где он хочет и когда, поэтому логистике приходится решать нестандартные вопросы. Как должен быть поставлен товар, в какие сроки вообще, как работать со сроками поставки, их оптимизировать. Поэтому я считаю, что логистика и логистические операции в будущем – это одно из основных направлений большинства бизнесов, которые связаны с покупателями. И, естественно, эта программа, я думаю, получит большую поддержку и большой интерес со стороны соискателей. Говоря о задачах, расскажите, пожалуйста, о ваших задачах в компании IKEA сейчас. За последний год, если говорить о компании IKEA, мы решали очень много нестандартных задач, и пандемия действительно откладывает свой отпечаток. Мы концентрировались на развитии онлайн-продаж, я думаю, что это актуально для всего ритейла, который оказался в этой ситуации. За это время мы очень активно работали с новыми компетенциями сотрудников. Могу вам привести примеры. У нас есть сотрудники отделов продаж, которые, например, дальше приняли решение уйти в отделы по улучшению покупательского опыта и развиваться там. Были сотрудники, например, отделов питания, которые переходили в отделы логистики, как того требовала компания, как, в принципе, они хотели, поскольку они хотели сами увидеть, что значит логистика в ежедневной деятельности. И после пандемии многие из них приняли решение в этих компетенциях остаться. Поэтому с точки зрения образования, вот этот процесс обучения-обучения, научиться-учиться, он продолжается. И как показывает практика, те люди, которые готовы учиться всю жизнь, они все больше преуспевают в своей карьере, и они, в принципе, готовы сознательно делать следующие шаги. С другой точки зрения, что потребовала от нас эта ситуация, мы полностью пересмотрели подход к логистике, и логистика для нас – это один из основных процессов компании. И, в принципе, помимо ухода как раз в формат онлайна и онлайн-продаж, мы также решали вопросы развития бизнеса и в оффлайн-канале. У нас существуют активные стратегии роста на рынках Москвы и Санкт-Петербурга, и пандемия нам не помешала открыть, например, новые магазины в Москве и дизайн-студии в Санкт-Петербурге. И мы продолжали набирать команды ребят для новых магазинов, для новых студий, обучать их активно и, в общем-то, успешно открывать эти форматы. И с точки зрения, наверное, обучения еще хочется сказать, что те сотрудники, которые готовы учиться, которые не боятся переходить в новые сферы, они, как правило, больше от этого получают выгоды долгосрочно, потому что они исследуют разные совершенно компетенции. С точки зрения, наверное, пандемии, что еще хочется сказать и отметить, компания IKEA не сократила ни одного рабочего места, мы сохранили все рабочие места, всем нашлась работа, и компания продолжает активно развиваться. Так, за прошлый год, например, более 1300 сотрудников сделали следующий карьерный шаг, и пандемия тоже подтолкнула их к тому, чтобы исследовать новые компетенции. Мы на этом, на самом деле, не останавливаемся. У нас более 100 сотрудников принимаются на работу каждую неделю. Это новые сотрудники, действительно, бизнес развивается. Поэтому я активно поощряю всех действительно учиться-учиться и осваивать новые компетенции. Здорово, здорово, что бизнес активно развивается, что есть возможность, как вы сказали, у сотрудников переходить в другой отдел и получать бесценный опыт там. И могу сказать, что для наших студентов, магистрантов, действительно, IKEA является одним из приоритетных работодателей. Многие ребята пошли в этом году на практику, на стажировку в компанию. А расскажите, есть ли какие-то, может быть, универсальные навыки? Например, вы видите кандидата, вы понимаете, что он потенциальный сотрудник компании IKEA по каким-то параметрам? Есть ли какие-то универсальные навыки, которые вы приветствуете в кандидатах? Безусловно. Знаете, мы в первую очередь приветствуем такой навык, как дигитальность, наверное, так скажут, да, это умниканальность и возможность видеть бизнес с разных сторон, в разных каналах. И поскольку бизнес все больше уходит в эту умниканальность, то те кандидаты, которые могут мыслить нестандартно и придумывать новые решения вопросов, они, естественно, более предпочтительны, давайте так говорить. С другой стороны, это навыки командной работы. В компании IKEA очень развита командная работа, и поэтому те ребята, которые готовы дальше в команде работать, естественно, тоже получают определенные преимущества. С точки зрения других навыков, это, наверное, как мы уже говорили с вами, это учиться и учиться, да, то есть те, кто умеют учиться или хотят учиться и готовы к этому, те, кто умеют принимать быстрые изменения. И одна из тех компетенций, наверное, ключевая компетенция, на которую мы смотрим, это в том числе клиентоориентированность. Это подход к клиенту, это создание покупательского опыта, который для нас очень важен. И, собственно, такой открытый, позитивный настрой, где человек действительно готов принять на себя новую задачу, посмотреть на нее с разных сторон и дальше развиваться в компании. Ну, что ж, я думаю, что те ребята, которые поступают в магистратуру Высшей школы бизнеса, это точно ребята, которые могут и хотят учиться. Так что уверена, что их ждет прекрасная карьера, отличный карьерный трек в рамках компании IKEA. Я благодарю вас за интервью, спасибо большое за такую возможность пообщаться с вами и до встречи в Высшей школе бизнеса. Спасибо большое, что я вам приятно. Спасибо. Спасибо. Добрый день. Меня зовут Екатерина Шугалеева. Я являюсь руководителем Центра карьеры Высшей школы бизнеса. Сегодня мы обсудим актуальные карьерные тренды и треки в направлении операционного менеджмента и логистики. И у нас в гостях Дмитрий Бочаров, главный внутренний аудитор крупнейшего лесопромышленного холдинга «Сегежа Групп». Также Дмитрий является выпускником факультета менеджмента. Дмитрий, здравствуйте. Рада вас приветствовать. Спасибо, что пригласили. Спасибо вам. И сегодня мы обсудим для начала такой достаточно популярный тезис, который звучит как «Образование – это социальный лип». Как вы считаете, Дмитрий, насколько этот тезис актуален сегодня для нынешних студентов? Образование и высшее учебное заведение – это, безусловно, определенная социальная среда. Преподаватели, профессорский состав, студенты, их качественные и человеческие характеристики – все это важно для абитурента, для будущего студента, который будет в этой среде находиться. Чем более высокое качество образования высшего учебного заведения и состава студентов, тем интереснее учиться, тем больших результатов может достигнуть абитуриент, учащийся в таком заведении, особенно в таком прекрасном, как и высшее школа экономики, которая тоже на свое время заканчивала. И, безусловно, это является социальным лифтом, это является определенным статусом, таким брендом, потому что даже на моей практике выпускник вышки все про него знают, даже те, кто вышку не заканчивал. Я часто общаюсь и общался с различными руководителями и сотрудниками службы HR, то есть те, кто занимается подбором персонала в разных компаниях, и вне зависимости от того, заканчивали они высшую школу экономики или нет, они, естественно, про вышку знают и качественно, и хорошо отзываются о выпускниках нашего прекрасного заведения. Развивая тему как раз высокого уровня и уровня подготовки студентов высшей школы бизнеса, вот как раз что говорят HR, и как вы, конечно, считаете, чем отличаются именно студенты высшей школы бизнеса? Ну, безусловно, HR отзываются о высшей школе как о топовом вузе, как о бренде, как о определенном уровне высоком с точки зрения подготовки студентов и будущих сотрудников для компаний, и студенты, безусловно, очень хорошо котируются. Тут есть, с одной стороны, и другая сторона медали, что студент, который учился плохо, либо не соответствует этому высокому званию, он может этот бренд вуза разрушать. Но, если честно, на моей практике все студенты, которых я видел, с кем мы работали, кого брали на стажировку, причем у меня это было не только в Сегеже групп, но и на предыдущих местах работы, студенты, конечно, все большие молодцы, и очень важный момент, что современный студент, современный выпускник высшей школы экономики, это такой проактивный товарищ. Это очень важный элемент, потому что унылых, неинтересных очень много, и вышкинцы, конечно, выделяются на этом фоне своей активностью, желанием что-то сделать, придумать что-то такое экстраординарное. Это очень ценится, это очень важные такие soft skills для построения карьерного пути для студентов, которые только-только начали это делать на последних курсах, либо только выпустившись из университета. Действительно, у студентов высшей школы бизнеса, у выпускников достаточно много положительных качеств, которых вы сейчас в том числе сказали, но при этом текущая обстановка, текущая ситуация на рынке, на рынке труда, я имею в виду, она достаточно непростая. Расскажите, как повлияли события, в частности, прошедшего года, я имею в виду пандемию, локдаун и так далее, на запрос сотрудников именно в вашей компании. Сигежи Групп – это холдинг, который активно развивается и растет. У нас очень много строек, мы реализуем проекты по строительству новых предприятий, фабрик практически по всей стране. Это разные виды продукции, это разные новые технологии и какие-то даже инновационные идеи. То есть, например, сейчас у нас идет строительство в городе Галич фанерного комбината, который будет первым в России производить большеформатную фанеру, ориентированную на рынки Америки, Японии. Фактически, это новый продукт, который появится в нашей стране. Буквально в конце февраля мы запустили новое предприятие по производству CLT-панелей. Это как аналогия, это как панельный дом строится, это такая же панель, только из дерева, которая, естественно, более экологичная, более удобная для строительства. То есть, можно построить дом не из бревен, а сразу из панелей. Это первое в России крупное такое предприятие. Поэтому у нас постоянно есть запрос на новых сотрудников, он достаточно широкий, и это начинается и от специалистов, и рабочих для этих предприятий. Естественно, сфера IT, инженеры молодые, потому что все оборудование, которое мы закупаем, которое производит эти инновационные продукты, оно, конечно, очень современное, и надо уметь с ним работать. И, безусловно, это широкий круг специалистов, связанный с менеджментом, с маркетингом, с логистикой. Сигежа группа реализует свою продукцию больше, чем в 110 странах по всему миру. Логистика для нас вообще актуальная тема, потому что мы всеми видами транспорта отправляем свою продукцию по всему земному шару. Так что менеджмент, логистика востребованы всегда, и мы все находимся в поиске новых талантов. Буквально вот в этом году мы запустили стажерскую программу, и там логистика, менеджмент, маркетинг – это те сферы, где, конечно, стажеров мы очень хотим видеть, и прежде всего, конечно, из высшей школы экономики. Да, здорово, что студенты высшей школы бизнеса востребованы. Может быть, вы расскажете о каких-то универсальных навыках, которые требуются, ну, может быть, вот на стажерской программе вашей компании. Мы когда дискутировали с коллегами и определяли формат этой стажерской программы, был, в принципе, выбор из двух опций. То есть нанимать или брать стажеров, чтобы они выполняли какие-то рутинные операции, например, работу с документами, с отчетностью и так далее, либо сделать стажерскую программу фокусную на привлечении талантов. То есть брать студентов или последних курсов или даже, может быть, выпускников на какие-то новые проекты, новые идеи, посмотреть, как они будут реализовывать. У нас разный есть формат привлечения студентов. С Вышкой мы очень активно работаем. Так уж получилось, что в всей этой же группе это мое направление, как выпускника и член Академического совета. И, например, сейчас несколько групп студентов пишут дипломный проект, они оценивают инвестиционный проект строительства предприятия в Московской области. Это реальный кейс живой. И для нас это очень важно, потому что группы соревнуются не только за хорошую оценку. Для нас, как для Сигежи групп, мы будем отбирать себе студентов, которые проявят себя на этом кейсе, свои таланты, свои навыки, и мы их будем брать именно на стажерскую программу летнюю. Это очень такой правильный баланс и взаимодействие работодателя и будущего работника. Потому что, безусловно, можно смотреть бесконечно на какие-то резюме или рекомендательные письма студентов, но, в принципе, там одно и то же написано, потому что студенты, конечно, на третьем-четвертом курсе пока не имеют правильного, хорошего, большого опыта. Но имея возможность продемонстрировать свои таланты, это для студентов очень важный элемент. Мы пытаемся это сделать через дипломные работы, курсовые проекты, через программу менторства, которая в вышке очень активно развивается. Что касается ценных качеств, конечно, фокус на IT-направление и soft skills. IT сейчас везде, причем не обязательно именно программировать или уметь что-то там, писать код, это именно такой общий подход, понимание, какие есть технологии, где их можно релевантно применить. А soft skills – это все, что касается коммуникаций, проактивной позиции, такой экстрамотивированности на результат, на поиск нового, на постоянное развитие собственных компетенций и знаний. Это очень важно. Опять же повторюсь, что студентов большое количество, вузов в России много, есть вузы именитые, с хорошей, условно, длительной историей, они тоже выпускают талантов на рынок, но вышкинские студенты, это, так скажем, если упрощать максимально, это люди с горящими глазами. И это, конечно, очень импонирует. Если честно, я вообще люблю выпускников вышки, так уж получилось, что в себе же группу у нас вице-президент по маркетингу, буквально мы с ним в соседних кабинетах, он тоже выпускник вышки, то есть, примерно моего возраста. Год назад у нас был вице-президент по HR, выпускник вышки, более того, мы с ней учились на одном потоке. То есть, выпускников уже очень много везде. Выпускник знака качества определенных. Да, это знак качества, мы друг друга видим, и, естественно, это нас сближает. То есть, это определенный формат взаимодействия, и даже на простом примере, когда пришел новый руководитель HR, к нам в Сегежу, выпускник вышки, ну, безусловно, мы очень быстро нашли общий язык, потому что у нас есть своя собственная история. Безусловно, мы ей помогли, и она быстро включилась в работу. То есть, вышкинская такая вот ассоциация выпускников, вышкинская тусовка, она уже просочилась в большое количество компаний, корпораций, поэтому, конечно, студентам, которые талантливы, не должно быть сложно найти для себя интересное место для работы. Магистранты Высшей школы бизнеса, безусловно, уже на первом курсе задумываются о построении карьеры. Расскажите немного о своем карьерном пути, когда вы задумались о построении карьеры, как начинался ваш карьерный путь? Ну, в мои годы я пошел на стажировку после третьего курса, в принципе, сейчас это уже тоже является нормой для студентов Высшей школы бизнеса, и, в принципе, я и остался уже, работал на постоянку, то есть, четвертый курс и всю магистратуру я работал. Если память не изменяет, в наше время, я правда так говорю, как будто мне сто лет, в наше время магистратура была преимущественно вечерняя, то есть, руководство факультета понимало, что магистры уже как бы либо вовсю работают на фулл-тайм, либо уже хотя бы работают наполовину. Это правильно, потому что они могут ту теорию, которую они учат условно говоря, на лекциях и на семинарах, они адаптируют для своей работы. И, естественно, написать дипломный проект или магистрскую диссертацию безусловно проще, когда у тебя есть какой-то реальный кейс на практике. Например, ты работаешь в большой четверке, у тебя есть какой-то проект конкретный, и ты его условно берешь как практическую часть своей выпускной работы. Это очень правильный кейс. Поэтому, насколько я сейчас понимаю, в вышке фокус такой же, может быть, есть какие-то нюансы, но концептуально очень много студентов, особенно те, у кого я являюсь ментором, они уже полноценно работают на четвертом курсе, и они успешно совмещают работу и практику. Безусловно, не нужно, грубо говоря, забивать на учебу, это, наверное, неправильно, но искать правильный баланс между работой, получением практического опыта и той теории, которую дает ВУЗ, нужно. И, конечно, тут много синергетических эффектов. И, безусловно, теорию можно применять на практике, и практические кейсы можно обернуть в какой-то дипломный проект, в магистрскую диссертацию, ну и прочее, прочее, прочее. У меня даже было, если есть у нас такая возможность рассказать историю, у меня была такая романтическая история с логистикой, кстати, на одном из последних курсов в магистратуре, я практически не посещал теоретические занятия из-за большого количества командировок, и очень известный высший преподаватель, который этот курс у нас вел, уж не буду называть фамилию, естественно, хотел поставить мне плохую оценку, и меня именно практика спасла, потому что экзамен за курс, он был в виде такого коллоквия, собеседования, и она говорит, почему же вы не посещали абсолютно, хотя мы проходили такие важные темы. Я скажу, что я был на одной-двух лекциях, и потом то, что услышал, вот те крохи теоретически, я применил на практике, потому что я в это время, работая в консалтинге, оптимизировал параллельное складирование на нефтепромысле, и рассказал и про свой проект, который, в принципе, реализовал как консультант и предложил какие-то изменения. И этого хватило, чтобы получить, в принципе, достаточно приличную оценку, да, там, по десятибальности я, конечно, не помню, но какая-то удовлетворительная. То есть теория и практика, они находятся рядом, и, безусловно, не нужно их прямо делать между ними водораздел. Все самое интересное находится как раз на, когда можно миксовать и теорию-практику. Раз уж мы коснулись вопроса обучения и конкретно наших программ, в этом году Высшая школа бизнеса предлагает по направлению логистика и операции несколько программ. В частности, одна из программ это производственные системы и операционная эффективность, а вторая программа это стратегическое управление логистикой и цепями поставок в цифровой экономике. Дмитрий, скажите, как Вы считаете, стоит ли выпускнику бакалавриата в принципе идти в магистратуру? Рекомендуете ли Вы сделать этот шаг? Процесс обучения и образования он не закончится для студента, правильного студента, когда он пересечет в последний раз ворота высшей школы экономики, то есть закончим бакалавриат, магистратуру или другой какой-то вид образования и выйдя за ворот университета, на этом процесс обучения не заканчивается. Есть такое понятие, как непрерывный процесс обучения, мы учимся всю жизнь. Будут тренинги, будет дополнительное образование, будет какая-то квалификация, будет MBA и многое-многое другое. Поэтому первый совет не нужно мыслить категорию я получил диплом хорошего бренда, хорошего уровня и на этом все. Учиться нужно постоянно и в принципе те вот студенты, выпускники Вышкил, с кем мне довелось вместе взаимодействовать и работать, они вот это качество демонстрируют. Это очень правильно, потому что это как раз отличает качество специалиста, который стремится развиваться постоянно, расти вместе с компанией, либо расти вместе с отраслью. Он должен постоянно учиться. Поэтому я бы рекомендовал пойти в магистратуру, особенно с учетом того, что там есть возможность совмещать уже работу полноценную и соответственно обучение. Мой опыт именно такой, потому что я учился в бакалавриате, в магистратуре и потом учился в аспиратуре. То есть я в вышку пришел в 2001 году, а закончил в 2011. То есть 10 лет нон-стопом. И абсолютно это не поменьшало ни работе, ни карьере, ни созданию семьи, ни воспитанию детей. Это все можно совмещать. Это вопрос как бы желания и поиска каких-то подходов. Поэтому точно не нужно мыслить категории я получил бакалаврский диплом и все, на этом я больше никогда в жизни учиться не буду. Это, наверное, скорее всего путь в никуда. И, кстати, пандемия это очень активно продемонстрировало то, что был взрывной рост всех этих дистанционных программ обучения. Даже у топовых международных вузов появились онлайн-МБА, например, которые можно закончить в короткий срок мини-программы МБА дистанционные. Этот формат, конечно, будет дальше развиваться, поэтому возможностей для того, чтобы учиться их безгранично много. Это нужно просто делать в процессе всей жизни или профессиональной карьеры. Ну что ж, Дмитрий, я благодарю вас за интервью. Мне кажется, ваша речь и наша беседа была такой очень мотивирующей и послужит примером в частности для наших абитуриентов, магистрантов будущих. Спасибо большое, что уделили нам время и до встречи в Высшей школе бизнеса. Коллеги, кто начнет тогда, Вячеслав, мы будем показывать презентацию картки или это нет необходимости? Виктор Иванович, я считаю, что правильнее, более продуктивно, если мы все-таки поговорим, пообщаемся с теми ребятами, которые пришли сейчас и принимают для себя решение, узнают больше, я бы не стал, наверное, если, опять же, если ребятам не нужно что-то особенное, услышать, я бы без слайдов, я бы живу, я за живое общение. Пропало, а вот, появилось. Я тоже так думаю, тогда живые вопросы по теме, у меня вообще подготовлена парочка презентаций, но я думаю, не будем тратить время, лучше пообщаемся. вживую. Я согласен с Вячеславом, и мы ждем тогда вопросов от ребят. Да, ну, потому что я предполагаю, что все, кто здесь сегодня с нами, они на странице программ, естественно, посмотрели уже то, что там размещено, и дублировать это нет никакого смысла, и более того, решения, я думаю, что они, внутренние решения обычно уже приняты. тем более, да, да, Вячеслав, спасибо, тем более у нас презентации несколько, там есть очень хорошие видеоролики, есть PowerPoint-презентация, есть размещение материалов по профессии, по ее актуальности, поэтому материалов на сайте более чем доставчено для выбора. Интересно просто услышать ваше мнение или какие-то особенности, которые бы вы хотели услышать о реализации наших программ. Пожалуйста. Да, здравствуйте. У нас, ну, мы тут с товарищами, с коллегами, вот с моими одногруппниками зашли к вам на программу, вот, и у нас вопросы к Вячеславу, скорее вот, по подготовке к поступлению. Вот, и первый вопрос у нас по поводу того, что вообще использовать при подготовке эссе и мотивационного письма в формате то, что много разных вариантов, как это написать, много подходов к написанию эссе и мотивационного письма, вот, и в связи с этим вопрос, вот, Вячеслав, что вы порекомендуете в качестве подготовительных материалов, может быть, к написанию этих документов? Ну, ответ у меня достаточно, наверное, простой, ребят. Что касается мотивационного письма, нужно слушать просто самого себя. Здесь к этому не нужно готовиться. Берете чистый лист бумаги и отвечаете себе на вопрос, зачем вам это нужно. И моя рекомендация общая для всех не пытаться писать письмо с социально ожидаемыми ответами. Таких 95%. Я хочу развиваться, я хочу новые знания современные, актуальные, приобрести, узнать. Это все социально ожидаемые ответы в мотивационном письме. Постарайтесь честно ответить, почему вам это интересно. Это может быть абсолютно, может быть причина, я читал мотивационные письма честные, которые написаны не для того, кто читает, а потому что они изнутри. Когда говорят, что у меня папа всегда работал на производстве, я очень хочу свою карьеру связать с производством. Это совершенно другая история. И она честная. И это мотивационное письмо на самом деле это попытка ответить самому себе прежде всего на этот вопрос, а не убедить академического руководителя или комиссию приемную. Что касается эссе, то поэтому закрываю вопрос с мотивационным письмом. Там нет шаблонов, там нет стандартов. Слушайте самого себя. И чем более оригинально и честно с самим собой вы поговорите, тем это лучше. Что касается эссе, вопрос на программу производственной системы операционной эффективности связан просто с вашим представлением о том, что такое производственная система и в каком статусе сейчас они находятся в нашей стране, поэтому это общая информация. Почитайте, посмотрите интернет, в конце концов, вы можете дозвониться, достучаться до экспертов в этой области, в том числе с нами, с преподавателями, которые сейчас рядом с вами сидят, если это нужно. Мы же тоже доступны на связи. Постарайтесь немного разобраться в этой тематике и изложить свое видение от ответа на тот вопрос, который есть в эссе. Надеюсь, я ответил. Да, спасибо большое. Извините, слышно меня? Да. Понял, хорошо. Тогда вот у меня вопрос к Вячеславу про английский язык. То есть вот сейчас в частности нам демонстрировали на общей части дня открытых дверей таблицу, где написано про прочих в графе английский язык. но на странице программы все-таки указано то, что нужно как-то подпределять знания. Вопрос к вам как? Давайте я отвечу. Спасибо за вопрос. И, ребят, у меня просьба, нам с Виктором Ивановичем будет гораздо приятнее, если вы будете включать видео. Но если это уместно, чтобы вас видеть, будет здорово, как вот Сергей включил. И еще сразу комментарий скажу. В чате мы видим вопросы, мы будем с Виктором Ивановичем тоже на них отвечать сейчас. Вот Марат нам задал. Теперь, возвращаясь к вам, на любой вопрос очень несложно ответить, если ответить на вопрос сначала зачем. Английский язык нужен для того, чтобы на программе общаться с зарубежными экспертами в том числе. у нас будут курсы на английском языке. Мы не можем, мы не требуем английского языка Fluent, поскольку программа реализуется преимущественно на русском языке, преимущественно, но тем не менее коммуникации, контакты с зарубежными специалистами будет, поэтому мы ожидаем хороший разговорный английский. Вот для чего он нужен. Поняв вот это, я думаю, что вы снимете этот вопрос для самого себя. Поле экспертное в нашей стране по любым вопросам, по логистике в том числе. На программе по логистике тоже. Объем информации, который есть в письменном виде, объем видеоматериала, объем, количество экспертов, которых и мы приглашаем, и на которых мы просто будем ссылаться и эти коммуникации выстраивать между студентами и экспертами. Выстраиваем. Он просто на порядок выше в англоязычном мире. Но мы не будем и не переводим все материалы на английский язык, но все преподаватели, эксперты всегда вам какие-то ссылки раздадут. И вы должны быть способны их понять. Марат задает вопрос по тому, насколько большое внимание программе будет деляться вопросам именно производства. Большое внимание, большое. Производственная система и операционная эффективность это для учебного процесса особенно производство гораздо удобнее подходит для образовательного процесса. Да, мы говорим, что это вещи, связанные с эффективностью, они универсальны, но на производственных процессах они более наглядны. И образовательный процесс более эффективно строится. Поэтому да, большое. Короткий ответ. Пожалуйста, еще вопросы. Добрый день всем. Можно? Да, конечно. Да, есть ли у нас вопросы к программе об логистике и управлении сайта поставок сейчас, чтобы мы и то, и другое сейчас, и то, и другое обсуждали, если складывалась бы общая картина. Хочу вам еще сказать, что мы не случайно в этом кластере сейчас вдвоем. у нас даже на этих программах у нас будут пересекаться, ну, некоторые курсы у нас совместные. Поэтому, задавая вопрос, и, например, я отвечаю по программе по производственным системам, но этот ответ в большей степени, наверное, относится к обеим программам и также в обратную сторону. Чтобы вы понимали, мы будем стремиться. Программа производственной системы новая программа. Программа по логистике и управлению цепями поставок это очень успешная, хорошая, зарекомендовавшаяся на рынке уже много лет ведущаяся программа и которая развивается, естественно, год от года, как и все программы. Программы в Высшей школе экономики, вообще образовательные программы, все развиваются. И нужно, я считаю, что вам важно это понимать, что программа это некий контур, контур, да, который, ну, не имеет очень жестких границ. и с логистикой очень много пересечений просто предметных. И мы будем стремиться к тому, чтобы эта новая программа, она, ну, вливалась, как бы сливалась и появлялись коммуникации внутренние между студентами, общие проекты, в одних и тех же компаниях это может происходить. Так же, как, собственно, и с другими программами из других, из других классов. Мы будем так стараться делать. Поэтому задавайте вопросы нам обоим. И, Виктор Иванович, я думаю, что вы тоже можете отвечать сейчас. Ну, я пока не слышу вопросов конкретно по моей программе. Но вот Вячеслав говорил, что мы, ну, наша магистрская программа была одной из первых вообще в УИШке. Мы ее начинали с 2009 года. И сейчас эта программа занимает в Коэс Мастерс по Supply Chain Management 3,4 место среди всех вузов мира в России это единственный пример, да, поэтому мы очень, как бы, тренны работой своей по этой программе. Она действительно стабильна. У нас есть партнеры, многие партнеры, она имеет двойные дипломы. Это все можно, как бы, увидеть на сайте. Тем не менее, мы сейчас уделили огромное внимание цифровизации. У нас сейчас имеются две специализации, цифровая логистика и инновационные технологии. В цепях поставок то же самое, упор сделан на цифровые технологии. У нас такие цифровые технологии, как блокчейн, интернет вещей, бигдата, дополненная виртуальная реальность и многие другие технологии, которые сейчас на слуху. И мы видим сейчас активное применение этих технологий в бизнесе. Мы идем в сферу цифровой экономики и понятно, что мы сейчас уделяем этому колоссальное внимание. Кстати, у нас в Вячеславом две программы, как раз они оправлены на цифровые технологии. Эти цифровые технологии успешно применяются как в операционном производственном менеджменте, так и в логистике и сплайче. Это коротко такое введение, а на самом деле вопросов конечно по нашим программам может быть очень много, потому что мы видим сегодня вообще такой большой контур инноваций, который применяется сейчас в логистике сплайчей на операционном менеджменте. Они много пересекаются и правильно Вячеслав сказал, что у нас есть очень четкая совместная коллаборация по многим направлениям и мы это реализовали в виде двух дисциплин сквозных и одного проекта, который будем реализовывать уже совместно. Сергей, вопросы? Да, благодарю. У меня несколько вопросов, если можно. Вот в первую очередь по поводу эссе тоже хотел спросить. там в рекомендациях как писать указан объем 4 листа А4. Подскажите, пожалуйста, это вместе с списком литературы или это только чисто текст? Я в общем написал и у меня не влазит. У меня там 30... на многие вопросы в жизни можно ответить очень просто. It depends. Если вы написали 4,5 или даже 5, и это очень осмысленный текст, это хорошо. Если у вас было очень много времени, и вы смогли осмысленный текст уложить в 2,5 страницы, как говорят, что не было много времени, поэтому пришлось написать длинное письмо. Тогда это тоже здорово. В конечном итоге, но опять же, вот я отвечу чуть-чуть по-другому. У Виктора Ивановича, у меня, у наших коллег, у нас огромный опыт просто чтения такого рода письма. И, ну, чтобы вы понимали, такой небольшой наш такой профессиональный, я не знаю, он не секрет, но это особенность просто. Читая письмо, через 3 абзаца я понимаю, уже то, как вы мыслите, что вы посмотрели, какие вопросы у вас остались. Вы пишете формально или вы пишете честно? Вы пишете пытаясь угодить или вы пишете потому, что это ваша позиция? Или они совпадают? Или они не совпадают? 5 эта страниц будет или 3 эта страницы будет? Для меня лично значение не имеет. 4 страницы там обозначены для того, чтобы это было ну, не 15, не реферат. Ну, и не одна. Поэтому 3-5 страниц укажете список литературы? Замечательно. Не укажете? Ну, поверьте, я в предметной области более-менее разбираюсь, я пойму, насколько этот текст ваш, насколько этот текст, ну, не текст, вернее, а информация, которую вы взяли, откуда она? Задействовали ли вы что-то зарубежное или не задействовали? И все. Нам важно проверить, понять, ну, мне, например, очень важно всегда понять две вещи. Первая вещь – это насколько осознанно вы подходите к своему выбору. И вторая вещь – это ваш, скажем, общий уровень даже эрудиции в принципе в большей степени, чуть в меньшей степени в этой предметной области. потому что первое – это говорит о том, насколько вы будете в аудитории полезны для других людей, в том числе, вовлечены и полезны для других ребят. И за это мы, как академический руководитель, отвечаем. Мы отвечаем за то, с кем вы будете рядом сидеть. И чем более жесткие требования, тем вам, каждому из вас, должно быть более спокойно, что рядом будут сидеть люди отобранные. А вторая вещь, ваш предметный область, она будет говорить о том, как бы нам позволяет понять, с какой аудитории мы начинаем работать. Вот что это такое? Это уровень вот такой или это уровень такой, чтобы мы могли такой мэч сделать со своей стороны. Вот опять же, держите это в уме, когда вы готовите. И тогда у вас вопрос относительно 4 или 5 страниц, он просто отпадет. Это вообще не важно. Понял, спасибо. Потом еще, знаете, очень интересно, я так понял, что планируются некоторые, ну, не то чтобы планируются, но не исключаются некоторые выездные мероприятия. И если есть сейчас такое понимание, может быть, вы бы немножко наметили, то есть, я так понимаю, у вас хорошая связь с аэропортом Владивостока, например, для тех, кто работает, чтобы как-то приблизительно понимать, вот там, например, возможности уехать куда-то надолго, ну, давайте, надолго и куда. Сергей, я понял вопрос, и он, я думаю, он относится ко всем программам, вообще магистрским, и не только моей, и не только нашей, с Виктором Ивановичем, нашего блока. Взаимодействие с компаниями происходит по двум принципам. Первый – плановый, заранее запланированный. Второй – мы на два года вперед понятия не имеем, какие компании будут существовать, какие появятся, какие закроются, с кем мы познакомимся, какие возможности при этом появятся, какие закроются, потому что люди, которых мы знаем, уйдут оттуда. Это нужно понимать. Как пример, Эдхок. 2 марта мне пишет студенты, говорит, я бы хотел все-таки по аэропорту написать. Да, я снял трубку, позвонил в аэропорт Красноярска и спросил, когда у вас ближайшее обучение? Сказал, через две недели, с пятнадцатого по девятнадцатого будет внутренняя группа учиться. Возьмите студенты, возьму. Я ему сказал, хочешь за свои средства лети, ты там поучишься, бесплатно, все, будешь рядышком жить, тебя включат в группу, ты изнутри все узнаешь по этому процессу и напишешь дипломную работу, хорошую, практическую. Все это произошло. Это Эдхок. Мы не можем, если вы работаете фулл-тайм, вам нужно будет решать эти вопросы. И я думаю, что общий ответ здесь такой, что на часть такого рода образовательных возможностей вы сможете попасть, на часть нет. И это ваш просто выбор, и это нормально. И поверьте, я не буду там пальцем грозить и говорить, если вы минимум выполняете, тот, который обеспечивает качество выпускника, которого мы хотим выпустить, для меня это нормально, вы выполняете минимум на столько или вот на столько, это ваше уже решение. Но это же ваша жизнь, поэтому вы решаете, в данный момент времени вам важно работать или вам важно учиться и вот этот баланс настроить. Мы лишь только минимальные требования даем. У вас может быть желание работать, а у вас может быть необходимость работать, и мы тоже это понимаем. Это касается всех программ, наверное, ну, я рискну сказать, что, в общем, всех программ регистратуры. Понял, спасибо большое. И последний вопрос, короткий. Планируется ли вот школа выходного дня, которая обсуждалась ранее, или пока непонятно? Сергей, я не буду давать обещания сейчас. Планируется, но пока давайте так вот оставим. Планируется, но пока непонятно. В общем, следим за новостями. Следим за новостями, да. Спасибо большое. У меня вопрос все. Спасибо. Узурпировали прямо микрофон. Вообще, вот сейчас, давайте сейчас Иванычу вопрос в чате есть. От Александры Зеркачь. Да, и потом, Даниил, тогда потом вы. Ну, вопрос по поводу, да, будет ли что-то принципиально новое, ну, мне кажется, несколько несерьезный вопрос. Конечно, новое. Если вы видели учебные планы, мы их вывешивали, у нас в презентации стоят учебные планы, и все дисциплины, которые есть в учебном плане, можете просто сравнить и посмотреть, насколько новыми являются магистрские программы. Потом, конечно, в бакалавриате мы даем базовые знания по логистике. То, что касается магистратуры, это уже углубленные, совершенно понятные направления. Вот я уже говорил о цифровизации логистики, сэклачейн, это новые технологии, которые всех на слуху. Это те технологии, которые сегодня востребованы и будут являться основой инновационных наших решений, проектов, стартапов, многих сейчас в бизнесе. Поэтому мы готовим вас к этому. И мы участвуем в программе цифровизации в платформе цифровой транспорт экологистика в многих других платформах наряду с этими инновационными нашими технологическими проектами. Это глобальные цепи поставок, сопровождение, мониторинг, товарных потоков, глобальных цепи поставок. Ну, просто перечислять бессмысленно, потому что очень много этих проектов. И по поводу учебы, конечно, наши все магистры учатся по вечерам. Мы начинаем в 18.30 и до 21.30 они учатся. Почему? Потому что мы прекрасно знаем, что бакалавры уже на 3-4 курсе работают, а магистры по голову на 100% все работают. Поэтому мы идем навстречу и все наши занятия планируем по расписанию в вечернее время, чтобы вы могли сразу после работы учиться. Я ответил на ваш вопрос, да? Александр задал, да? Не слышу реакции. Да, все, получил. Пожалуйста, еще вопросы. Мне кажется, Даниил хотел что-то спросить. Да, Вячеслав, это вопрос скорее к вам. Два вопроса. Первый вопрос по поводу преференции по высшей лиге вот там в списке преференции указано, что для медалистов будут преимущества по конкурсу портфолио максимальный балл и зачет по английскому языку. Правильно ли я понимаю, что при этом остается необходимость сдавать мат? Данил, я сейчас боюсь ввести в заблуждение, я не буду точно говорить, там определенные преимущества действительно есть по повышенной лиге в случае, если вы дипломант, медалист, но оставлю этот вопрос на уточнение, на уточнение и чуть-чуть более поздний период наверное в приемную комиссию не хочу ввести в заблуждение сейчас. Да, окей, понял, хорошо. И тогда второй вопрос тоже вот сходный с тем, что что мы обсуждали недавно по поводу времени обучения и количества дней обучения. Правильно ли я понимаю, что на направлении производственной системы также обучение вечером происходит и не каждый день? Мы... Это новая программа, мы ее планируем. Опять-таки, мы обсуждаем сейчас внутри, в каком формате. Это очная программа, но в каком формате вести ее, мы сейчас обсуждаем, потому что здесь есть да и против, по нагрузке, по возможности работы, вечерний формат, дневной формат, выходной день. У нас сейчас идут обсуждения, и мы с каким-то вариантом в ближайшее время определимся, и тогда будет, ну, для вас будет понятнее, на что ориентироваться. Понятно, спасибо. Марат задает вопрос. Генеральным партнером программы является группа компании Росатом. Ну, статуса генерального партнера программы у нас нет, у нас есть партнеры программы, и это у нас Академический совет возглавляет руководитель проекта в АО производственной системы Росатом Сергей Ильин, ну, и в Академсовете у нас достаточно представительные люди, люди бизнес-системы Северсталь, группы ГАЗ, из банковской сферы, ну, есть люди. Вот, это люди, которые лично вовлечены, они, как и представляют компании, и лично очень вовлечены в разработку, и в проектирование, и в реализацию программы. И это тоже я сейчас подтверждаю, говорю не только от лица программы, которой я руковожу, но и все программы магистратуры. Таким образом, как бы первая связка, первый круг компаний, которых можно считать партнерами, это те компании, сотрудники которых являются членами Академического совета. С ними регулярно мы общаемся, работаем, и они предоставляют возможности, естественно. Это институциональные связи, наши взаимодействия между школой бизнеса и этими компаниями, и личные взаимоотношения руководителей, преподавателей программы с людьми, которые работают в этих компаниях. Что это значит? Ну, это значит, во-первых, что их опыт, их, ну, опыт этих компаний, он привнесен в программу. Мы через что? Через, во-первых, мы пишем кейсы, мы пишем материалы на примерах компании. Раз. И второе, эти люди, они участвуют в образовательном процессе, как преподаватели, как эксперты, они могут прийти на одну встречу, они могут провести курс на 24 часа. Второе, мы делаем проекты в этих компаниях. Группа, либо индивидуально, мы включаем людей в работу, конкретные задачи, которые сейчас ведется в компании, и в той или иной степени в вовлеченности студент участвует в этой работе. Мы в этом смысле ожидаем очень большой отдачи, поскольку это не учебный проект, это реальные, боевые, обычные, рабочие проекты, и, конечно, для студентов это очень важно, почувствовать себя частью процесса не спроектированной, не бутафорией, а мы включаем вас в проекты определенной степени сложности, от маленького к большому. И третье направление, которое тоже важно, это стажировки, это визиты, это знакомство с физикой процесса в этих компаниях. Мы хотим, опять, я рискну сейчас сказать от лица обеих, как минимум, наших программ, они весьма прикладные практически, мы хотим, чтобы выпускник программы с этой точки зрения двумя вещами обладал. Первое, он имел хорошее представление, кругозор, того, что в этой сфере происходит. Для этого он должен увидеть физически и пообщаться с людьми, и физически увидеть инфраструктуру, склады в случае логистики, тренировозы, в случае производственной системы, цеха, рабочие места видоизмененные, и пообщаться с этими людьми на местах. И второе, он должен понять эту механику изнутри уже, быть к ней готовым, а для этого нужно выполнить ряд проектов, ряд задач решить практических не в классе, просто расчеты сделать, а взять проблему, ее просчитать и прокоммуницировать внутри, чтобы это решение еще и было реализовано в идеале. Вот тогда человек на выходе через два года, он на выходе из программы, он уже интегрирован в реальную жизненную среду, в бизнес-среду. Марат, я надеюсь, ответил, чуть-чуть шире, чем ваш вопрос задан был. Коллеги, давайте интенсивнее, задавайте вопросы, пожалуйста, потому что сейчас время 13.04, московское, по крайней мере. И давайте, так как у нас программа по эффективности обе, то условимся, что у нас еще с вами есть 25 уже минут, а потом, как тот вопрос, который Сергей задал про эссе, вот, 400, если еще будет что-то очень значимое, тогда мы еще подождем, а если нет, мы остановим. Вперед. Вячеслав, добрый день, вот, хотел бы уточнить еще вопрос про практики стажировки, они будут происходить каждый семестр или, там, раз в год, как вообще вот с ними обстоят дела, по конкретнее, можно узнать? Виктор Иванович, я немножко завидую, вот, когда программа на рынке уже давно, у всех уже ни у кого нет вопросов. Уже никаких вопросов нет. Уже все понятно. Практиками. Приняли решение, знаете, как это, в магазине, вот этот хлеб уже давно, а тут какой-то новый появился. Попробовать чего или не попробовать, интересно? Что касается практик, я думаю, что начиная, ну, по текущему плану сейчас, начиная где-то со второго модуля, мы начнем интегрировать в реальную рабочую среду. Второй. Первый модуль, во-первых, там есть базовые курсы, которые необходимо вообще по всем, по всем магистратурам пройти. Первое полугодие, оно такое базовое у всех магистратур, и там только начинаются специализированные курсы, и да, мы там познакомимся, да, с чем-то познакомимся таким практически. Но вот начинаем, наверное, после Нового года, как раз уже со второго семестра, первого года обучения, мы будем погружаться в реальную среду, и тоже тут будет, у кого-то будет предпочтение в производственные компании, у кого-то будет предпочтение, например, в сервисные компании, и мы постараемся это учитывать насколько, насколько возможно. Программа не индивидуализированная, но тем не менее, такое вот разделение и условно разумную кастомизацию мы сможем делать. А может быть, получится у человека, у студента, у вас и там, и там пройти практику. такую, но под практикой для меня это очень широкое понятие, это значит разобраться с задачами в реальном секторе, не изучить модели, а столкнуться с задачами и понять, как они решаются. И в этом смысле, опять же, за время обучения у вас мы не ставим все задачи, чтобы вы изучили все и вся, это невозможно. Но мы ставим задачи, чтобы вы столкнулись с критическим количеством, объемом, ну, таких, просто задач в реальной жизни и увидели, как они решаются сегодня. И это позволит не как бы такой воздушный замок относительно предметного опыта здесь построить, а влиться в текущие задачи, какие они есть. И после этого, конечно, если вы себя хорошо зарекомендуете, то вы можете в этих компаниях работать, оставаться. Это очень хорошая перспектива. Опять же, это особенность наших программ, вот этих двух программ. Они прикладные, они связаны с производством, они связаны с товаром, они связаны с физикой. И реализуя проекты в этих компаниях, работая с людьми, если вы работаете с директором по бизнес-системе Северстали, у которого представление обо всем есть, и у него есть о задачах, и о потребностях в людях, то при хорошем стечении обстоятельств у вас просто может состояться нормальный партнерский разговор, диалог. У вас есть, вы хотите что-то или не хотите? Хочу. У нас есть такие возможности сейчас. Давайте приходите, вот стажировка, это супер здорово, будет все хорошо, вам понравится, мы вам понравимся, вы нам понравитесь. Будете продолжить, продолжите работу. плавно перейдете из образовательного процесса в рабочий. Мне кажется, это очень хорошая траектория. Вот еще хотел уточнить по поводу джемата, как я понимаю, это просто переведенный с английского экзамен, да? Ну нет, это не переведенный, это было бы так плодиатом совсем уже. Но это аналогично составленный экзамен. То есть просто адаптированный на русский язык. Ну то есть там те же вопросы, те же блоки. Да, да, да. По сути готовиться к англоязычной версии и написать на русском. Да, ради бога, конечно, можете готовиться, потому что это не язык ваш проверяется, а все-таки. Все, хорошо, спасибо. Вячеслав, там появился вопрос от Гузелии, да? Она спрашивает тот же вопрос, который я уже отвечал. Есть ли возможность совещать работающим по нашей программе по логистике? Конечно, я уже ответил на этот вопрос, так как расписание построено специально, чтобы люди могли работать и учиться, то мы начинаем занятия, я уже отвечал, с 18.30. Это вполне позволяет совещать и работу, и учебу. Специально для этого сделано. Причем эта у нас практика длится уже много лет, по крайней мере последних 6 лет мы так составляем расписание по нашей программе. Отлично, еще вопрос. Да, Вячеслав, еще вопрос один, вот, в частности, на прошлом дне открытых дверей вы говорили в ответ на вопросы о поступительных воспитаниях, то, что вам не столько важен, например, тот же джимат, сколько, как бы, то, что человек из себя представляет, какая у него мотивация и так далее. Вот. у меня вопрос к другому портфолио, где, в частности, мотивационный описание, мой эссе, вот именно для вас, какие его элементы представляют наибольшую значимость, скажем так, допустим, вы скажете, какие, то, может, какие-то советы дадите по, не знаю, там, составлению этих элементов, их представлению. Владислав, ну, я отвечал уже по тому, как, как я считаю, правильно подходить к составлению сборов портфолио этих заданий. Я считаю, что здесь есть один очень простой и единственный правильный подход. Просто каждое задание сделать на максимум то, что вы можете. Делай, что должно и будь, что будет. Ну, там нету что-то более значимого, что-то менее значимого. Они все, все эти элементы, они складывают, ну, просто складывается картинка, о вас как о человеке. И еще раз, еще раз хочу обратить на это внимание. Как академический руководитель программы, как руководитель программы, мне важно, кто соберется в аудитории. Я, потому что это моя ответственность перед вами, человеком, который приходит. Вы должны попасть в среду не только преподавателей правильно, но и в среду одногруппников, потому что вы с одногруппниками дальше по жизни пойдете, а не с преподавателем. С преподавателями тоже, но одногруппники это ваши правое, левое плечо. И в этом смысле мой опыт говорит о том, что если у вас хорошие эссеи и мотивационное письмо, у вас хороший джимат. Но не может, так не бывает, что вы очень хорошо все знаете, но джимат у вас там нулевой, что вы такой прям филолог и в математике никакой совсем. Или же наоборот, что вы классно джимат пишите, но не можете двух слов связать, что такое производственная система и вообще зачем мне это нужно. Так не бывает. Поэтому еще раз, честно к самому себе, к этому, вы понимаете, это такие экзамены, ну, можно так сказать, к которым не подготовишься. Это то же самое, что спросить, а как к английскому экзамену подготовиться? Вот у меня через две недели будет фаника, приходишь и как знаешь, так и сдашь его, насколько знаешь. Так же и с этими вещами. И поймите, что если почему это правило, настрой такой возьмите. Если вас не берут сюда, значит, это не ваше. Значит, это не ваше. Это не значит, что вы плохой или вы не поступили. Значит, ну, вам здесь приходится нам чуть-чуть доверять. мы можем вам сказать, что достойных, например, в полтора раза больше, чем из 100 человек, набор 40 человек, достойных 60, 40, мы считаем, что мимо, 60 за, из них мы берем 40. Такое может быть, но обычно, если будет 60, то, наверное, 60 возьмем. Понял вас, спасибо. Ответил я на ваш вопрос? Да, да, вы ответили. Извините, Владислав, я опять вы задаете прямо, а я вот так сбоку все время отвечаю. Да нет, ничего страшного, я понял, что вы имеете в виду. Опять у нас пауза. Есть еще вопросы? Ну что, нет вопросов? Четвертое, но четвертое. Похоже, что нет. Не знаю, Виктор Иванович, нам, может, мы друг друга зададим вопрос какой-нибудь, чтобы... Знаете, у меня вопрос вот к тем людям, которые у нас с нами здесь сейчас, ну, например, вот Владислав, например. Опять, вот мне интересно, вот вы вот в какой степени у вас внутреннее решение сейчас есть относительно А. Поступление в магистратуру вообще. Относительно Б. Если да, то вы какую-то одну программу можете даже не называть, это никак не повлияет абсолютно. Какую-то одну программу для себя рассматриваете. Б. Вы рассматриваете программы, связанные, вот, например, с логистикой операции. С. Вы рассматриваете принципы программы. Так, ну, я скажу то, что я сейчас на бакалавриате обучаюсь по похожей специальности, связанной с производственными системами. Мне это интересно очень, и поэтому я хочу продолжить обучение по этому направлению. Я хочу просто развиваться в этой области, получать какие-то знания практические главные. Я вот в частности, там, допустим, уже ходил практику преддипломную на предприятии, на других каких-то предприятиях бывал в качестве экскурсий. Вот, меня это очень заинтересовало, и поэтому, собственно, вот вашу программу я рассматриваю в качестве основной, потому что мне интересно развиваться в этом направлении и узнавать что-то новое и практические навыки получать. Спасибо. Виктор Иванович, у вас вопрос в чате. Да, минутку. Ну, по Олимпиаде как раз вопрос, даже в большей степени, наверное, к Вячеславу, потому что он руководитель как бы приема по Олимпиаде, то есть там же идет отбор по Олимпиаде, то есть если я сейчас вот раньше был процент вот по логистике было так как у нас было 60 человек, то одна треть примерно поступала по Олимпиаде, то есть это 20 человек поступало по Олимпиаде, и мы отбирали естественно по рейтингу, по баллам, которые набирали студенты, вот эти первые 20 человек, они практически были уже, хотя там были какие-то моменты связанные еще с баллами при наборе, когда мы вступительные испытания проводили, но практически вот большая часть Олимпиадников поступала сразу, то есть они не сдавали никакие дальше экзамены по манчингу, вот те, которые вошли вот в эту, как раз эту группу, но так как по Олимпиаде у нас было очень много народа, там было порядка некоторых, некоторые годы поступало на программу порядка 200 человек по Олимпиаде, более, там 250 человек на 40 мест, то, конечно, там отбор был более жесткий такой в эту группу, и большая часть, которая не поступила по Олимпиаде, они сдавали потом экзамен по логистике, по менеджменту это общее название, на все вопросы закрытые, открытые тесты были по логистике. Я ответил наш вопрос? То есть, если вы попадаете вот в эту группу, то вы дальше не сдаете, манжент, естественно. Так, все, коллеги, если вопросов больше нет, тогда мы несколько времени, чуть-чуть время сэкономим ваше и наше и завершим. Давайте еще вот. Да, у нас еще осталось сколько там, пять минут, да. За информацией о других мероприятиях следите на сайтах страниц, повторюсь только еще, о встречах возможных, о днях открытых дверей следующих, о встречах с, о летних школах, если это необходимо будет, Следите просто за страничками на сайтах, за страничками, прошу прощения, в интернете, на сайте школы бизнеса. Хорошо, тогда, наверное... Нет, да, тогда мы прощаемся, Вячеслав. Да, наверное, тогда скажем всем спасибо за время. Да, за время, за встречу. Пришли и проявляете интерес к собственному развитию и к нашим, в частности, программам образовательным. Желаем вам хорошего остатка воскресного дня. для чего вы не находили. Желаем поступить на ту программу, которую вы выбрали. До свидания, ребята. Спасибо большое. Всего доброго. Да, спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова